Уважаемые коллеги, кворум для работы имеется. 46-я сессия Законодательного собрания Иркутской области объявляется открытой. Под председательством Александра Ведерникова прошла 46-я сессия Законодательного собрания Иркутской области, в рамках которой глава Приангария представил облпарламенту доклад о результатах работы правительства за 2020 год. Как рассказал Игорь Кобзев, выступая на сессии, прошлый год был непростым из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Губернатор поблагодарил депутатский корпус за совместную работу в сложных условиях и оперативное принятие решений по поддержке граждан, медицинских работников и малого бизнеса. Всего на борьбу с пандемией и меры поддержки, связанные с ней, в прошлом году направлено свыше 7,5 миллиардов рублей. Эти деньги пошли на оснащение медицинских организаций дополнительным коечным фондом, приобретение средств индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородом, а также на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, на реализацию мероприятий в сфере занятости населения, поддержку бизнеса. Весь доклад губернатора в письменном виде занял почти 100 страниц. Депутаты отметили, что в прошлом году совместная работа помогла выполнить все намеченное, несмотря на падение налоговых поступлений из-за пандемии. Мы не убрали из бюджета, из государственных программ ни одного объекта, ни одной дороги, не обрезали ни одно социальное обязательство. И мы не отказались ни от одного инфраструктурного проекта на территории Иркутской области. Несмотря на все разногласия или непонимания, которые были, мы приняли решение голосовать за принятие отчета. И хотим пожелать правительству дальнейшей успешной работы. В ходе дальнейшей работы председатель Заксобрания выступил с инициативой создать совет по реформированию межбюджетных отношений в Иркутской области. Собственные доходы муниципалитета в последние годы снижаются. При этом в некоторых субъектах России установлен норматив отчислений в местные бюджеты. Например, от налога на прибыль организаций и от налога на их имущество. В Иркутской области такая система не предусмотрена. Для ее разработки Александр Ведерников и предложил организовать вместе с облправительством совет или рабочую группу. Нам нужно браться за эту работу на системной основе. Предлагаем это на совместной площадке с правительством. Ну, либо на площадке правительства, либо на площадке законодательного собрания. Не так важна форма, как нам необходимо исполнить взятые на себя обязательства и обещания, которые мы давали мэрам о том, что мы кардинально посмотрим на все сутевые вопросы по межбюджетным отношениям. Кроме того, на сессии законодательного собрания принят законопроект, предусматривающий создание стратегического совета при Ангаре. Изменения вносятся в закон об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области. Голосуем в проект постановления за основу. Решение принято. Среди прочих нововведений, инициатив и предложений, в первом чтении на заседании сессии принят проект изменений в действующий закон о наградах Иркутской области и почетных званиях. Депутаты законодательного собрания предложили ввести звание «Заслуженный рационализатор» и «Заслуженный изобретатель». По мнению депутатов, установление в регионе таких званий позволит не только поддержать изобретателей и рационализаторов, работающих в вузах, на предприятиях и в организациях при Ангаре, но и вызвать рост изобретательской активности в регионе. Работу над законопроектом продолжат во втором чтении. Андрей Иванов, Александр Шишмарева. Местное время.